Очень приятно выступать перед такими успешными молодыми людьми. Сейчас вы видели несколько видео и слышали несколько выступлений, которые, возможно, вдохновили вас, и они мотивировали вас развиваться в вашей выбранной вами специальности таким образом, чтобы стать в ней профессионалами, профессионалами в любой области, которую вы изберете для себя в будущем. Но, наверное, вы все знаете, что это непростой путь, и перед вами на этом пути возможно встретиться три подводных камня. Я не буду сейчас рассказывать вам о том, как преодолеть эти подводные камни и как стать профессионалом. Я просто их обозначу, чтобы вы представляли их себе, может быть, когда вы их сейчас встретите, а может быть, когда встретите в будущем. Первое, о чем надо говорить, и сегодня уже об этом немножко прозвучало в выступлении предыдущего спикера, когда вы сталкиваетесь с каким-то новым объектом в вашей профессиональной сфере, вы создаете себе его образ. Но этот образ может быть разным. Я приведу два примера. Например, Макс Планк в своей научной автобиографии писал, что его школьный учитель физики и математики сопровождал законы, которые он объяснял своим ученикам емкими и иллюстративными историями. Например, закон сохранения энергии он проиллюстрировал таким образом. Каменщик с трудом втаскивает на крышу тяжелый кусок черепицы. Энергия, которую он при этом затрачивает, не исчезает, она сохраняется и, быть может быть, на долгие годы, до тех пор, пока этот кусок черепицы не отвалится и не свалится кому-нибудь на голову. Вот такие истории, они укрепили интерес Макса Планка к естественным и точным наукам и определили его будущее развитие во многом, развитие талантливого ученого-физика-первооткрывателя. Другая история, которую я приведу, она связана с моей жизнью, в общем-то, из моего прошлого. Вы, наверное, многие видели из вас новый фильм, который появился сейчас, фильм про Хоббита. А когда я училась в школе, мне попалась эта книжка, но я никак не могла ее прочитать по той простой причине, что там, кто читал, знает, на первых страницах присутствует описание Нары Хоббита, и вот у меня никак не складывался какой-то адекватный образ. Нара была такой несимпатичной, там свисали корни все время, мне казалось, что там должна рассыпаться земля, и вообще не складывался, в общем, образ. А когда вышел фильм Питера Джексона, то тогда этот образ застроился, и я смогла прочитать все книги, и для меня открылся этот новый мир, для меня тогда новый, мир Толкиена, мир Средиземья, мир Арды. И что я хотела сказать на этих двух примерах. Когда вы сталкиваетесь с каким-то новым объектом, первый раз неправильный образ, если у вас создастся, он может навсегда для вас закрыть двери в эту область. Причем неважно, когда это произойдет. Это может произойти в самом начале вашей карьеры, или в столкновении с наукой, или может произойти через много лет, после того, как вы начнете заниматься этой областью. Тогда как наоборот, правильный образ, он может послужить ключом для вас к этой сфере, к этой области знания, и может распахнуть перед вами дверь в новый, удивительный для вас мир. Другой проблемой, которая возникает на пути становления специалиста. Об этой проблеме знают многие, но не все ее адекватно себе представляют. Дело в том, что между разными объектами в профессиональной сфере существуют такие зоны, которые называют зонами отталкивания или зонами избегания. Это такие прозрачные стены, через которые человек не может проходить прямо. Это выражается в том, что если ему надо, например, решить задачу, он не может двигаться прямо из пункта А в пункт Б. Там стоит зона отталкивания, и он все время уходит вбок. Он пытается найти какие-то обходные маневры. Он не движется непосредственно и прямо. И единственный способ решить эту задачу – это пройти прямо. Но как это сделать? На самом деле этим занимаются разные области психологии. Иногда очень успешно, иногда не совсем успешно. На самом деле для тех, кто обучается, самый простой и эффективный способ – это способ концентрации и сосредоточения на этой задаче. Если вы соберете достаточно сил в этот момент, будете достаточно долго собираться над этой проблемой, то она непременно разрешится, и вы можете здесь испытать полный восторг, вы можете совершить открытие для себя. Это будет катарсис, соединение, это будет полная интеграция этой области. И вы поймете Архимеда, который воскликнул Эврика, вы тоже закричите, я нашел. И вы испытаете столько адреналина, сколько, возможно, не испытывают экстремальчики. Но еще есть одна проблема, о которой не все знают, и с которой вы столкнетесь, возможно, не сейчас, возможно, позже. Я ее обозначу для вас такими ключевыми словами, как операционизм, сознание, в смысле шаблонность мышления, или другое, может быть, другие слова, это жонглирование символами. Что это значит? Дело в том, что человек, который стремится к успеху, который стремительно мчится к конкретному результату, он не способен на непрерывные, на неторопливые рассуждения. Он не способен уделять внимание объектам. А именно это отличает настоящего профессионала. Именно это характерно для творческого человека. Какими, быть может, вы себя считаете, но вот у вас сейчас будет возможность проверить себя, так ли это. Настоящий творческий человек, он подвергает сомнению тому, что то, что он видит, он не доверяет даже авторитетам, в том смысле, что он их перепроверяет. Как, например, Лев Ландау, он переоткрывал для себя и перепроверял все формулы, которые встречал в учебниках. Или, как, например, Карл Гаус, который все свои абстрактные результаты по математике перепроверял сам для себя, доводя их до предельного критерия, до числа, до основы. Ум творческого человека способен погрузиться на любую глубину. Он обладает такой непрерывностью, когда, погружаясь вниз, слой за слоем, это подобно приближению карты, когда вы погружаете сознание к основам, к базису, может быть, к креугольному камню, той области, в которой вы занимаетесь. Ум творческого человека, он способен проявить внимание к очевидностям. Такой человек, как сталкер, он не доверяет очевидностям, он их перепроверяет, как сталкер, который шел и забрасывал гайки для проверки. Или, например, для всех было очевидно, что инерционные и гравитационные массы в механике Ньютона равносильны. Для всех, может быть, людей, кроме одного человека, который задался вопросом, а почему это так? Что стоит за этой равносильностью? Какие-то, может быть, закономерности, которые мы не знаем. Альберт Эйнштейн через годы размышлений над этим вопросом создал общую теорию относительности. Если вы начинаете задумываться, если вы начинаете неспешно и непрерывно размышлять, что, конечно, не свойственно современному человеку и к чему нас не приводит современное наше окружение, от нас не этого требуется все, конечно. Вы начинаете, как в матрице, чувствовать, что что-то здесь не так. И вот это сидит, как заноза в вас. Вот это что-то не так. И вы можете через это легкое недоумение открыть для себя совершенно другой мир, выйти в иное. Поиски истины, они в разных традициях и в разных культурах назывались по-разному. Это может называться пустотой в буддизме или таковостью. Это в адвайте может называться недвойственностью или непрерывным переживанием истины. В 17 век Блёс Паскаль, математик, сказал такие слова. Послушайте, в наши времена, когда истина сокрыта столькими покровами, а обман так прочно укоренился, я когда читала, я думала, это про Россию 21 века. Распознать истину может лишь тот, кто горячее любит. Тех людей, которые способны задуматься, их не более 2%. Я очень надеюсь, что люди, которые присутствуют в этом зале, в какой-то момент перейдут в этот класс 2%, 2 из 100. Я в заключение скажу еще словами Востока. Просветление не есть результат практики, но и без практики его не бывает. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...